Фридрика 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 Это потрясающее сочинение. Вне сомнений, он гений. И Тарковский, и ямы очень хорошо понимали, что такое Фридрих. Он всегда шел на несколько шагов впереди того, что можно было себе придумать, представить по поведению. Он был человеком очень смелым в литературе. Его характер и их поведение было всегда крайним. Он занимался чем-то роковым. И вот это роковое, оно прежде всего выражалось в его искусстве. В его искусстве именно, не только в темах, которые он затрагивал. Война, голодомор, смерть, предательство. Там, все что угодно. Не только в этом. Сейчас это вообще было бы не нужно никому, то, что он пишет. К сожалению, просто его время ушло. Время литературы, время пристального чтения. Время... Нужно быть модным сейчас. Он еще ухватил тот период, когда люди читали. Не листали, а читали. И читали не имя, а читали текст. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 1962 году 30-летний инженер из Киева Фридрих Горинштейн приехал в Москву и был зачислен вольнослушателем на высшие сценарные курсы Госкино. Как-то так случилось, что Фридриха я не помню на вступительных экзаменах. У меня такое впечатление, что он как-то чуть позже к нам поступил. Ну и он произвел такое впечатление, я бы сказал, несколько комическое. А я в силу своего иронического характера, помнится, подошел к нему и спросил, ты от кого? А почему я так спросил? Потому что у нас были от Грузии, там, Амиран Чеченадзе, там, от Украины Иван Драч, поэт, ну и так далее, от всех республик. А я с Юрой Крепиковым был от Москвы. Ну а ты от кого? – спросил я его. На что он так на меня посмотрел, он был выше меня, так сверху вниз, и говорил, я сам по себе. И говорил он с такой музыкой местечкового еврея, я бы так сказал. И в Москве это всегда очень чувствуется обостренно. И никто, конечно, не мог предположить в тот момент, что это великий русский писатель. Он же мне рассказал Фазиль первое явление Горенштейна в Москве. Значит, он еще абсолютно нищий, безвестный. Значит, Фазиль, а Фазиль уже, значит, он что-то там написал, там, вот это, козлотура, что ли, он где-то выступает, уже поклонники, все. К нему протискивается какой-то юноша, значит, тощий, хлопает его по плечу и говорит, слушай, я тебя слушал, ты неплохо пишешь, ты работай, у тебя получится. Значит, уходит, Фазиль спрашивает, а это кто такой? А это Фридрих Горенштейн, говорит. Я помню, я открыл его холодильник и был потрясен, потому что в холодильнике, холодильник был абсолютно пуст, и, знаете, в холодильнике было одно яйцо. Вот это вот одно яйцо в холодильнике великого русского писателя, оно мне просто запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Вскоре после приезда в Москву Горенштейн обрел старшего друга в лице литературоведа Лазаря Лазарева. Лазарев, его жена Ная, и их дочери Ира и Катя, которые впервые увидели Горенштейна еще в детстве, сразу признали за этим непохожим ни на кого из знакомых молодым человеком с южным украино-еврейским выговором огромный дар русского писателя, и в открытом доме Лазаревых привыкший быть бездомным Горенштейн чувствовал себя в безопасности. Лазаревым он в течение десятилетий доверял хранение своих уже написанных, но еще не изданных сочинений, и обитатели дома знали, видели и слышали такого Горенштейна, которого не знал никто. Он говорил не хуже, чем писал. Это совсем не всегда бывает. Очень часто бывает, что и хороший писатель, совершенно никудышный рассказчик, а он был совершенно адекватный. Он вот какие-то куски пересказывал, которые входили в его роман, они были ничуть не хуже рассказаны, чем потом написаны. Отец мой написал про него воспоминания. Он был редактором литературным. Ему попала рукопись, что почему-то автор попросил ему дать на рецензию. И рукопись лежала на столе. Моя мать, она тоже филолог, она с очень, с хорошим вкусом была. Она открыла эту рукопись. Это был дом с башенкой, такая его повесть. И когда отец вернулся там, она ему сказала, вот тут у тебя вот этот рассказ, это настоящее произведение искусства, настоящая литература. И он стал его куда-то пропихивать в разные места, в результате напечатали в юности. Мы затыкнемся здесь, как в душе губки. Она все время ходит под себя. Ну почему ты укрепишься? В конце концов, здесь дети. Твоя мама больна. Ее положат в больницу и вылечат. А в эшелоне она может умереть. Мы должны доехать. Нас там дед встретит. Вся, я могу сказать, в этом маленьком рассказе, вся моя собственная, очень далекая, очень далекая, но человеческая история, связанная с папой, мамой, войной, вся была написана. Я дал телеграмму деду. Квитанцы у меня есть. А ты знаешь, я ночью боялся, когда ты лежала и не двигалась. Я ошалел. Я сразу, не то, чтобы я сейчас задним умом такой умный, нет, я честно говорю, я сразу этот рассказ для себя назвал гениальным. И вот так вот возникли отношения, потому что он пришел потом, Фридрих, когда отец, так сказать, положительно отозвался, он пришел уже к ним домой. А отец мой, кроме того, что он работал журналистом, он еще работал на Мосфильме, был редактором. Он был редактором Рублева, Тарковского был разных фильмов редактором. И тут они тоже с Фридрихом совпадали, потому что Фридрих и Рублева помогал ему сценарий доделывать. В 76-м году Андрей привезел Ташкент на выбор натуры по фильму «Сталкер». Ему нужна была зона. И он мне сказал, а ты знаешь, говорит, что, Фридрих, несколько монологов Рублева мне принес? Нет. Мне, говорит, все время, что один там сценарист, Горенштейн, хочет с вами встретиться. Я говорю, что, что, у меня подходит период, столько проблем, забот и так далее, и так далее. Опять, вот он говорит, да что, а что он хочет, что-то, ну что-то он хочет с вами поговорить, но у меня нет времени. И однажды я сижу в группе, мне говорят, там Горенштейн пришел, но уже некуда деваться. зашел, зашел, как такой, встал, говорит, в нос, и говорит, здравствуйте, вот я к вам и к вашему творчеству отношусь с большим уважением, да, приятно, что я, вот у меня здесь кое-что есть, вдруг вас это заинтересовало, а что вы хотите? Ну там кое-что, вы почитаете, все так, вот так, не снимая пальто, до свидания, и ушел. Странное год явления. Я бросил эту тетрадку в портфель, и вечер вспомнил. Открываю монологи Андрея Рублева. Вот Алик, веришь, вот как они есть, я лишь картин. Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля. Зло везде есть, всегда найдутся охотники продать тебя за 30 серебряников. А на мужика все новые беды сыпятся, то татары по три раза за осень, то голод, то мор, а он все работает, 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 несет свой крест смиренно, не отчаивается, а молчит и терпит. Только Бога молит, чтоб сил хватило. Разве не простит таким Всевышней темноты? Сам ведь знаешь, не получается что-нибудь, или устал, намучился, и вдруг с чем-то взглядом в толпе встретишься с человеческим, и словно причастился. И все легче сразу. Разве не так? Он сказал, что ему ужасно не нравится, как они сняли сцену Голгофа. Какого он выбрал на роль Христа. И говорил, что он совершенно неподходящий, что лучше бы он меня взял. И только было бы гораздо лучше. Потом, когда его уже не напечатали с его блистательной повестью «Зима 1953 года в Новом мире», хотя она была с такой мощью правды написана о Донбасской шахте, о жизни на Донбассе, о жизни шахтеров. Это изумительная русская проза «Зима 1953 года». О печатании повести не может быть и речи. Не только потому, что она непроходима. Это еще не вызывает ни симпатии, ни сочувствия к авторскому видению мира. Шахта, на которой работают вольные люди, изображена куда страшнее, чем лагеря. Труд представлен как проклятие. Поведение героя сплошная патология. Повествование на редкости логично, а обилие технических подробностей не помогает, а мешает понять что-либо. Сильный диалог – богоискательский диалог. Люди отвратительны. Влияние Зощенко Булгакова в отвратительной плоскости. Может быть, это отличная литература, но издана она не будет. Один из, мне кажется, характерных для него художественных приемов заключается в том, что когда начинаются какие-нибудь рассуждения, медитации, экскурсы в философии или даже в богословии, в романе «Псалом», там очень много об этом роман вообще начинается просто с цитаты из «Пророка», по-моему, если я не ошибаюсь, языки. Так вот, когда начинаются вот такие вот малопонятные, мутные какие-то размышления или рассуждения, они вкладываются в уста героев или, вернее, идут как бы от имени героев. Незаметно для читателя, прочитав одну страницу, вы вдруг замечаете, что героя больше нет, а это сам писатель. Но это писатель, который не тот, кто сидит за столом, а тот, кто участвует в самом произведении. Вообще, это очень интересная часть его творчества и интересная проблема авторства, множественность автора. Каким образом автор присутствует в своем произведении, каким образом мы наблюдаем появление многих амплуа или многих ипостасей. Писатель человек, писатель, сидящий за столом и пишущий, писатель, который присутствует в своем произведении, писатель, который становится действующим лицом в своем произведении. Это все разные стадии. То, к чему даже современная российская критика, а уж тогда тем более абсолютно не привыкла, то есть не привыкла думать об этом. После отказа нового мира Горенштейн никогда больше до эмиграции из СССР в 1980 году ни в один советский журнал никаких своих произведений не предлагал. Писал в стол. Кормило его и его литературу кино, где нашлось немало режиссеров, признавших талант Горенштейна сценариста. Среди них были Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский и предлагавших ему работу как с указанием его фамилии в титрах, так и без. Горенштейна эта анонимность не обижала, так как она позволяла делать главное дело жизни – писать свои романы и пьесы. Отказ же нового мира Горенштейн расценивал впоследствии как судьбоносное событие, которое помогло ему сосредоточиться и написать в Москве главные свои произведения, романы «Псалом и место», пьесы «Бердичев и споры о Достоевском» и другие. При мне была сцена, мы едем в такси, он, я и Фазиль Искандер. Фазиль говорит ему, слушай, а ты там вроде сценарии пишешь, да? Тот говорит, пишу. Он говорит, ты знаешь, а я два сценария написал, что-то мне не нравится это дело. Фридрих ему говорит, так тебе оно и не может нравиться, ты же их писать-то не умеешь. Тот говорит, как так? Он говорит, ну не умеешь ты, вот, а я умею. Я один из лучших сценаристов в стране, а может и в мире, он говорит. А ты это, ты делай то, что умеешь, ты иди домой и про этого, про дядю пиши. Это он имел в виду Сандро из Чигема. И Фазиль никак не обиделся, ничего, значит, как-то он хмыкнул все. Он написал вещь замечательную, которая называлась «Мой Чехов» 68-го года. Она на меня пришла неизгладимое впечатление. Я его часто цитирую до сих пор. Тогда это, конечно, была Прага, значит, «Пражская весна», подавление танки, вот это все. Это была удивительная вещь, потому что она была написана эмоционально под тем, под горячим средам тех событий. Он тогда сказал о том, что нет ничего страшнее, чем дикарь с букварем. Там такая фраза была замечательная. И вообще классическая фраза его из этой статьи, что если Толстой Достоевский это Дон Кихот и русская литература, то Чехов это ее гамлет. Я знаю серьезных людей, которые не любят Чехова. Я не разделяю взглядов, но отношусь с пониманием к их литературным вкусам. Пушкин начал, а Чехов кончил. И, естественно, на творчестве Чехова лежит печать не только величия, но и вырождения, так как всякое живое явление имеют свою жизнь и свою смерть. Чехов умер раньше Льва Толстого, но именно Чехов подытожил духовный взлет российского 19 века, да и, пожалуй, духовный взлет всей европейской культуры, эпоху Возрождения, юность свою, проведшую в живописи Италии, Испании, Нидерландов, молодость в шекспировской Англии, зрелые годы в музыке и философии Германии, и, наконец, уже на излете, уже как бы последними усилиями родившую российскую прозу, на которой лежит подспудный отпечаток усталости и чрезмерных напряжений, свойственных всякой старости, отпечаток старческого ребячества, детской чистой мечты, щемящей грусти по ушедшим годам, наивной веры и мудрой иронии. Но особенно открытие возникло в пьесе в спорах о Достоевском, которая до сих пор, к сожалению, не поставлена. Один из главных образов, который там действует, некий персонаж по фамилии Чернокотов, это жуткий, я бы сказал, портрет, жуткий по своей точности, портрет оголтелого русского националиста, зоологического антисемита. И то, что мы имеем сегодня в нашей реальной истории, все это было замечено и открыто Фридрихом Гринштейном вот в этой пьесе уже тогда, когда, собственно, больших оснований, во всяком случае, видимых, жизнь вроде бы не давала для таких открытий. Но он, его глаз писательский, это все настолько точно учуял и, главное, сумел сформулировать. И все это в связи с русской историей, в связи с Достоевским, в связи с вот той философией мракобесия, которая и сегодня в таких жутких и уродливых формах и в формах, я бы сказал, неприкрытого фашизма, расизма присутствует сегодня в нашем обществе. Так подружился режиссер Юз Кашлевым, сотрудником КГБ. От водки Кашлев пьянел умеренно, но как-то выпил бутылку дорогого французского шампанского и вдруг опьянел сильно. А пьянев обозлился. «Вы нашего русского царя убили! Вы международное же дне!» Юпритих съежился от таких неожиданных для чекиста слов с самого взбаламученного национального дна. Видно, подняло это слово французское шампанское. Сидел тогда Ю в собственной кухоньке, как на допросе, то ли в ЧК, то ли в Деникинской контрразведке. Сейчас, подумал, он сомнет его чекист, повалит на паркет и начнет хлебным ножом на коже красные звезды вырезать. Однако никаких дополнительных контроляционных слов Кашлев не произнес, ничем более не угрожал, а скотинился лишь сильнее обычного, ел сардины с баночки руками, а когда уходил, то поцеловал Ю в подбородок мимо губ и ущипнул пальцами за зад. «От цигехобды алтэш кробэс и нинезавэкцим тот навдым шобэс от айдавабэле от айгрося цурэс азвис ашчинкерин тэгзи авкапурэс». Хотя у евреев есть, конечно, своя специфика. Это комплекс гетто, гетто-психологии. Это одна из для евреев внутренние проблемы. Они хотят нравиться, хотят, чтобы они были хорошими, чтобы их любили. Хотят, чтобы они были лучше других, тогда их полюбят. Тут дело не в антисемитах. Антисемиты пусть будут антисемитов, это их дело. Главное, чтобы они не могли осуществлять свои безнаказанно. Вот это в псалме сказано. Главная вина безоститность была, доверие человечеству, односторонний гуманизм, пренебрежение мудростью Моисею око за око. Единственный справедливый закон. Никого не надо ненавидеть, никого не надо любить, надо относиться. Только так, как он относится к тебе. По-другому нет. До тех пор, покуда евреи не преодолеют свой гетокомплекс, до тех пор, покуда они не перестанут стремиться, чтобы они были хорошими, лучше других, в том смысле, чтобы они нравились всем, и переживать от того, что они не нравятся, до тех пор их положение будет по-прежнему такое же. Они будут зависеть от любого антисемитского плевка, от любого харканья от любого, глупого высказывания и так далее. В 1964 году при первой моей публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале «Юнность» мне дали заполнить анкету автора. Там был, естественно, пункт с фамилией, имя, отчество и другой пункт псевдоним. Я знал, где я нахожусь. Энтузиазм Маяковского в мире жить без России, без Латвии, единым человечьим общежитием давно разбился обыт. Я посидел минут пять и сделал в пункте псевдоним прочерк. «Что же вы?» Сказала мне сотрудница с улыбкой полушутя. Мне кажется, в тот момент, то есть в те пять минут раздумий, я окончательно выбрал свой путь и даже тему моих будущих книг. Некоторые люди вообще считают уверенно, что Гринштейна надо называть не русским писателем, а еврейским писателем. У него есть какие-то основания для этого. Мне это кажется абсурдным, это русский писатель. И, в общем, все его внимание гипнотически приковано к России, именно к той огромной, бесприютной, порой очень жестокой, всасывающей себя в стране. И это сильное чувство так или иначе пронизывает его произведение. Он близок был, дружил с моим другом Лазаревым. И более того, Лазарь был хранителем всех его вот этих подпольных сочинений. И Лазарь его разрешение, Лазарь был, надо сказать, человек очень четкий в этом смысле, дал мне прочесть некоторые его рукописи, в частности, вот этот роман «Место», который меня тогда потряс. Огромный роман Фридриха Горенштейна «Место» можно назвать энциклопедией советской жизни. Помимо злоключений главного героя Гоши Свибышева, от имени которого ведется повествование, в романе есть сцена новочеркасского расстрела восставших рабочих в 1962 году, придуманная Горенштейном покушение на Молотова и покушение на Троцкого, описание которого дочь Лазаревых Ирина Щербакова помнит до сих пор как блестящий устный рассказ автора. Эта история заказного политического убийства, организованного Сталиным, рассказана была им как история совершенно такая детективная, за которой скрывались человеческие отношения и страсти. И это было какие-то ифридистские вещи, и отношение Маркадера к матери. И фактически почти что чуть ли не инцест, во всяком случае Эйтингон, организовывавший это убийство, был ее любовником. Вот это какое-то сочетание, оно это безусловно производило очень сильное впечатление. И что для него конечно его интересует это убийство безусловно, но прежде всего его интересуют вот так сказать люди, как их можно в этом смысле использовать, потому что это была абсолютно художественная новелла, но это так сказать вошло в роман. И я очень верила и я продолжаю в общем в это верить в способность Фридриха не просто слышать и не просто воспринимать то, что вот было вокруг него, то, что в детстве он там услышал, то, что в юности было, в молодости вокруг него, то, что он описывает в романе место там, вот мне кажется просто самая сильная все-таки часть этого романа для меня остается связанная украинская, его украинская часть, но у него был безусловно дар погружения в историю. В этом романе место, он вот эту подпольную, гнилую Россию, так сказать, все уродства и все кошмары нарождавшегося тогда, может быть, даже еще и не нарождавшегося русского фашизма, который мы сегодня видим уже во всей его красе, он это угадал, откуда он это взял, я не знаю, было это, и я этого не знал, а он знал, может быть, но думаю, главным образом он достал это, как и Достоевский, своего Ставрогина, своего Петруша Верховенского, достал из себя Кириллова, так и он, этих персонажей всех, это плод его фантазии, это, как говорится, выброс его души, его психики, вот такой, вот это я и называю гениальность. Особый такой идиотический юмор, который вдруг прорывается, когда в рассуждении о том, чем, например, отличается трамвайный антисемитизм от антисемитизма железнодорожного транспорта, целое рассуждение на эту тему. Это доступно только большому писателю, потому что основной тон вещей, этих крупных вещей Горенштейна, это трагедия, это трагедия отдельного, забитого и беспомощного человека, часто это женщина, вот, и трагедия всего народа. И в то же время, вот, как у Шекспира, где эти самые могильщики оказываются такими остроумцами, понимаете, и в то же время вдруг проявляется вот этот шекспирский такой-то идиотический юмор. Поберёте, момент. Дай мне сигарету. Сиву, с удовольствием. Касантин. Спички. Ты случайно не рассердился, что я забрал твою зажигалку? Что вы, что вы? Я специально её берёг, в надежде, что она кому-нибудь пригодится, понравится. Издеваешься? Что вы? Я очень рад встрече с вами. Шапка. Твоя шапка. Шляпа. Кстати, очень жарко. Очки. Да, положу их в карман. Как лучше. все-таки талант был такой, что всё прошибло. И вот эти сценарные курсы, и действительно, эти сценарии, по которым наши лучшие режиссёры снимали свои фильмы, да, и это, конечно, вот, так сказать, всё его талант, потому что ничего нельзя сказать про его какую-нибудь особую, ну, как люди действуют, через какой-то такой общесимпатичный облик, через приветливо, через компанейство, через совместное питьё, вообще всё. Ничего этого у Фридриха совершенно не было. Было просто ощущение, как у даже чего-то поразительного, что вот тут живёт, что в этом человеке, который так говорит и так одет, живёт такой мощный талант. При всей застенчивости и он был вообще невыносимый человек. Я думаю, что он страдал от того, что он был невыносим для всех и для самого себя, и одновременно с этим бесконечно нежный. Его достаточно было погладить по шерсти, два раза погладить по шерсти, он обмекал и становился сентиментальным, легко. Когда он чем-то увлекался, он обязательно у него слёзы выстанчивали, он начал моргать, и у него слёзы выступали на глазах. С одной стороны, бесконечно чистый, человек, с другой стороны, такой противный и такой гнойный, и такой ироничный. я думаю, что это была форма вообще ироничность, всё это было, его агрессивность сошла от того, что он, всегда было ощущение такое, что он боится, что его ударят. Но он был очень злой и дрался, как волкодав. В общем, в смысле, он мог быть такой очень агрессивный, бесконечный. Огромное количество откликов я о нём слышал. Чаще всего отрицательные. Чаще всего мне говорили, что он мудак. Потом мне говорили, что с ним невозможно общаться. Потом мне говорили, что у него омерзительный характер. Потом мне говорили, что он монстр. Чего только я о нём не слышал от кинематографистов и литераторов. Я даже был свидетелем брезгливого отношения к Горинштейну. Горинштейн, с ним невозможно двух минут быть в одной среде. Но я очень рано, вот прочитав в общежитии рассказик, подумал, да он просто гений. И это в меня вошло, и я из-за этого принципиально все его зигзаги, все его выходки оправдывал. понимал. Он такой. Он имеет на это право. И в конце концов, в конечном счёте, всё искупается письмом. И вот я помню, как он однажды пришёл, и тогда он мне очень понравился, потому что я увидел в этом достаточно мрачном человеке самую иронию, способность над собой шутить, значит, он рассказал, как он ехал в метро, а, по-видимому, его намерение всё-таки эмигрировать и всё-таки общее ощущение опасности, которое было вокруг метрополя, сработали. Всё это было слишком конспиративно, из-за этого страх повышался. Никому не скажи, туда приди. вот, он рассказал, как он в метро ехал и по форме определил, что рядом с ним едет чекист, в общем, какой-то ГБшник, и всё время глазами так ему показывают. Ну, значит, я перепугался ужасно, и вот-вот меня возьмут. Оказался нормальный человек, который ему показывал, что у него шеренка лежать так будет. Вот это я помню, как живое, понимаете. И всё, и потом он свалил. вот этот исторический разговор в КГБ, где ему сказали, встретил капитан, произведший на него громадное впечатление, на его воображение, произведший на него громадное впечатление, капитан, у которого стояла стопка его книги, который сказал, я всё это прочитал, он говорит, я поверил, он действительно всё это читал, и он сказал, и я спросил его, ну что, можно это быть напечатано? Он сказал, нет, в ближайшие 300 лет Фридрих, нам что-то напечатано быть не может, что же мне делать? Я не знаю, что вам делать, но тогда мне надо уезжать, что-то вам решать, может, вы мне поможете? Мы не можем вам помочь, но и мешать вам мы не будем. В последний год своей жизни в СССР Фридрих Горенштейн женился на Инне Прокопец. Свидетелями на бракосочетании были кинорежиссёр Али Хамраев и его жена Гуля, была на церемонии тогдашняя жена Андрея Кончаловского, француженка Вивьен. Вскоре у Горенштейна и его жены Инны родился сын Дан. И мы сидели, она напротив меня, в той комнате Дан, и Фридрих слева от меня. И я рассказывал что-то, вероятно, желая быть им интересным. Она, как слушатель, была идеальной. Слушатель такой Фридриху был наверняка нужен, и она неспроста оказалась там у него в доме. И в какой-то кульминационный момент моего рассказа на улице раздался свист. И она вскрикнула. Вот то, что я рассказываю, произошло одновременно. Рассказ, свист, её крик, и Фридрих, вскочивший в ту же секунду, ушедший в другую комнату, вернувшийся с плетёной такой вот, с плёткой такой, плетёной, и со словами, всё это произошло в 10 секунд одновременно. «Если тебя кто-нибудь обидит, говорит у неё, ты возьми эту плетку и бей его, бей его, бей его!» Это было что-то невероятное. По обнажённости, потому что люди назвали бы, конечно, абсолютным безумием. Безумием. Но это был его мир. Это не было безумием для него. Это были отношения с людьми, с человечеством. Это была нежность, проявленная к ней, почему-то с этой плёткой. Последние две недели перед отъездом семья Горенштейна провела на квартире Марка Розовского, где происходили встречи с друзьями и, в частности, чтение пьесы Бердичев. Главной заботой Фридриха Горенштейна в последние дни на родине было оформление на выезд его любимой кошки Кристи. И 25 сентября 1980 года семья Горенштейнов покинула СССР, оказавшись вскоре после промежуточной остановки в Вене, в западном Берлине, где Горенштейн получил годичную писательскую стипендию, а после неё обосновался в городе навсегда. Мы жили совершенно нормальной жизнью. Мы ели, спали, ходили гулять, свежий воздух, солнце, дождь и тому подобное. Мне жизнь эта очень нравилась. Я её любил, потому что у меня, может быть, на какое-то длительное время у меня было абсолютное равновесие в духе. Может быть, для кого-то она покажется немножко скучной, но мне было совершенно прекрасно. Выехав на Запад в Европу, я не чувствую себя на чужбине. Я говорил ранее, говорю теперь, что Европа и Россия, особенно если не цивилизация, то культура едина. Это одна европейская культура. И в этом отношении никаких особых проблем у меня нет. Я работаю. Мне интересно. Я не понимаю, почему писатель, связанный с русской культурой, должен быть заперт между Москвой и Рязанью. Жизнь идёт вперёд. Я уже не молод, мне 50 лет, и мне хочется ощутить и камни Европы. Я печатал с большим удовольствием, поскольку мне было очень интересно первое, узнать, что он написал. У меня, скажем, самое важное произведение, которое он написал, это всё было печаталось и написано было ещё на меня. Но, допустим, одна из вещей, как улица Красных Зорь, которую я очень сильно люблю, или попутчики. Я помню, когда мы печатали, я. У Фридриха Наумовича только всего несколько, два или три экземпляра есть в настоящее время. 22 июня 1941 года самый чёрный день в моей жизни. Что ждёт советский человек? Любой. И вот здесь происходит с самого начала какая-то удивительная подстановка. Ты ожидаешь большого советского мифа, какой-то судьбы, которую ты будешь узнавать. 22 июня 1941 года самый чёрный день в моей жизни. В этот день, в пятом часу утра, вернувшись из поездки, я обнаружил в почтовом ящике, принесенный неподстрелённом накануне отказ одного из московских театров, принял постановку мою пьесу «Рубль двадцать». Странная фраза эта была произнесена в спальном вагоне поезда номер 27. Киев с долгунов. То есть оказывается, что 22 июня наш рассказчик получает из Москвы рукопись, где с отказом ставить его пьесу. Дело ведь не в том, что он 22 июня 1941 года так думал, а в том, что по прошествии множества лет он всё равно говорит, что 22 июня. Вот что удивительно. История, которая рассказывается потом, оказывается действительно невероятно эпичной историей вот того советского человека, которая нам не была рассказана. Там есть всё, и Голодомор, и ГУЛАГ. Там, в принципе, есть всё. Но происходит во время этой поездки что-то удивительное, потому что вот этот вот рассказчик, сидя в темноте, просто рассказывает. Он такой вот дикий советский зверёк. не рефлектирует над своим рассказом. Его слушатель, в сущности, становится соучастником его жизни. И это очень интересно. Это очень интересно описано. И именно потому, что мы не можем идентифицировать себя с этим немножко неприятным слушателем, происходит что-то невероятное. Мы становимся на место этого слушателя. То есть мы постоянно присутствуем при этом разговоре. Не как читатель. И вот это почти какой-то революционный литературный приём. С началом перестройки и отменной цензуры Гринштейна начали печатать на родине. Сначала в журналах, а затем в Москве начал выходить его трёхтомник. А в 1991 году, спустя 11 лет после эмиграции, Гринштейн впервые сам посетил Москву. Он оказался в центре внимания, дал несколько интервью, в том числе и знакомому ему по альманаху «Метрополь» писателю Виктору Ерофееву. Меня привели сюда мои издательские дела и театры. Театры. Поэтому я приехал посмотреть мою премьеру в театре Вахтангова. Это премьера моей пьесы «Дето-убийца». «Любимец твоя, Катенька». «Хорошей ты цветёт». «Раз и там». «Я нахожу большое удовольствие в беседах с ней». «Не в летнем ли огороде, Петруш?» «Раз и там». В театре ко мне подошла вдруг женщина и говорит, вы автор пьесы? Я говорю, да, такая пожилая женщина в перманентном. Как же так вы изображаете нашу историю? Нет связи между Петром и Алексеем и так далее. Я ей говорю, ну вы знаете, запретить это теперь нельзя. Я ничего не могу сделать, ничем вам помочь не могу. Был короткий разговор, она ушла. Вчера я выхожу из гостиницы Москвы, она стоит. Я говорю, подходит ко мне. Я говорю, а как вы здесь оказались? А вот я в министерстве работаю, я вот мимо шла. Не знаю, может это правда, может нет. И говорит мне, вы не любите Россию. А на самом деле? А я говорю, а вы любите Россию? Она говорит, я люблю Россию. А я говорю, а какой прок с вашей любви? От вашей любви России? Я был во Франции, ни один француз не говорил, что он любит Францию. Я этого не слышу. Они просто работают, они просто любят себя. А от этого хорошо в Франции. А если люблю ли я Россию или не люблю ли я Россию? Вот прочитайте мой роман «Место», там об этом идет разговор. Гринштейн был в Москве в хорошем настроении. И какое-то время пребывал в иллюзии того, что у него в обновляющейся России хорошие перспективы быть услышанным, то есть прочитанным и признанным. Не случайно он в финале разговора с Ерофеевым произнес нечто для него удивительное. И я пошел на главтелеграф давать жене телеграмму, там международную, в Берлин. И как-то скучно стало давать телеграмму. Приехал благополучно, целую, все хорошо, и подписаться. Поэтому я дал короткую фразу, написал «Их бин глюклев». Это что значит? Я счастлив. Замечательно. Вскоре, в 1992 году, роман Гринштейна «Место» был включен в шорт-лист первого русского букера литературной премии за лучший роман, впервые опубликованный в минувшем году. Многим, в том числе и самому Гринштейну, казалось естественным и почти предопределенным, что его столь значительный роман, получивший во Франции и Германии высочайшие оценки из сравнения с Толстым и Достоевским, должен быть признан лучшим. Там была, значит, тогда в жюри этого букера ЛНД «Профер». Очаровательная дама и замечательный человек, вместе со своим покойным мужем, создавший из самых замечательных русских книгоиздательств в Америке и вообще на Западе. И когда зашла речь о Гринштейне, она спросила, кто по-вашему, я говорю, для меня нет сомнений, конечно, Гринштейн. Она так, знаете, такая снопка такая, значит, так пожал плечами и пренебрежительно сказал, но ведь Достоевский уже написал «Бесы». Я говорю, ну, о ЛНД, я говорю, допустим, даже, что это так, что Гринштейн написал «Бесы XX века». Тоже немало. Вполне достаточно для того, чтобы, во всяком случае, для букера более чем достаточно. Жюри удивило своим решением всех, присудив премию Марку Харитонову. Я считаю, что Харитонов хороший писатель, но давать ему первого букера было неправильно. Минимум трое из пяти членов жюри не удосужились даже прочитать роман. Кроме ЛНД «Профер» и англичанина Джона Бейли не читал его и Андрей Битов. То, что многие мне говорили, что это великое, великое, великое. Ну, я не такой уж, я больше чувствую, чем читатель, и, надо сказать, я не потянул какого-то его толстого романа. Просто потому, что я тоже про «Заинка», не только из-за ревности. Гринштейн почувствовал себя оскорбленным, он был уязвлен, так как понял, что перспектив на родине при жизни у него на самом деле нет. Травма была настолько сильна, что Гринштейн упомянул историю с Букером в двух своих последних публицистических эссе и в письме к Лазарю Лазареву в 1999 году. «В России меня не издают. Сначала текст, потом лимбус. Отказываются. Это уже закономерность. А изданные не берут в книжные магазины. Это я знаю. Что бы ни теснил наших, наверное. Но после того, как мое место поставили ниже Харитонова и прочих, я понял, что мне место среди наших не нужно». Я правильно как-то понял, что ты все-таки, наверное, считаешь себя одним из лучших писателей современности? Я так себя не считаю. Я не хочу думать в этом направлении. То есть ты не состязаешься? У тебя нет такого, так сказать... Я состязаюсь, и мне это не нужно. И мне в моем возрасте, в моем возрасте это для меня безразлично. Скажи мне, пожалуйста, а из современной литературы ты можешь назвать какое-то имя, которое тебе симпатично? Я не хочу об этом говорить. Почему? Ну, не хочу. Это несерьезно. Лев Николаевич Толстой всех оскорблял. У него было много... И потом записывал в дневнике, почему я это делаю. И сказал, я не буду больше называть ни одного имени. Я хочу следовать этим путем. Одна из причин игнорирования Горинштейна московской литературной тусовкой начала 90-х проста. Это был ответ на публичную критику Горинштейнам в 1991 году шестидесятников и их идеалов. Горинштейн сдержался перед телекамерой Виктора Ерофеева, но в отсутствии телекамер Горинштейн сдерживаться был не в силах. Своё отношение к шестидесятникам Горинштейн в последующих интервью выразил в формуле триединства. Фальшивая оттепель, фальшивый ренессанс, фальшивые люди. Такое не прощают. Это человек, который абсолютно биологически ненавидел любую разновидность конформизма, приспособленчества. Человек с такой, понимаете, физическим изъяном, с несгибаемой спиной. Никогда не гнулся ни в России, ни там уже на Западе, где вторую половину жизни прожил в Германии. Был очень каким-то крепким стержнем человек. Тогда же, в 1992 году, после афронта с Букером, Горинштейн погрузился в работу над романом-драмой об Иване Грозном на крестцах. И это тысячестраничное произведение, над которым писатель проработал несколько лет, в России до сих пор не издано. Оно было издано в Нью-Йорке. Ну, так, традиционно, веришь в Россию или тебе кажется, что это проклятое место? Это неправильная формулировка, значит, веришь в Россию или не веришь. Это говорили, так называют, национал-патриоты. Веришь в Руба, а в Россию можно только верить. Я думаю, что Россия встанет. Только она должна отказаться от каких-то важных своих костылей. Прежде всего, арифметика должна быть другой. Мне не нравится арифметика в 72 года. Это 450 лет. Это структура 450-летней давности. И это очень важно. То есть 72 года – это болезненный момент, но все эти болезни начались гораздо раньше? Гораздо раньше. Вот как раз калита, как раз период Ивана Грозного, когда страна могла сложиться совсем по-другому. И, конечно же, что за тема Ивана Грозного? Это победа одного образа жизни над другим образом жизни. Это победа московского монголоидного образа жизни кочевого над новгородско-псковским образом жизни эгоистически-индивидуальным. И гораздо более свободным. Свободным и умелым, ничем не отличающимся от Запада. И вот когда три века потомки калиты ломали хребет этой России и сломали ее только к концу царствования Ивана Грозного, отношения между монголоидной Москвой и Новгородом было такое же, как теперь отношения между Россией и Литвой. Они завидовали, они ненавидели, они старались там поселиться, они всячески переселяли новгородцев и псковцев в глубинные места. То есть мы узнаем современные проблемы все. Мы подошли опять к проблемам, которые существовали в 450 лет назад. Значит, для России важно вернуться что, к новгородскому вече или к чему? Нет, не к новгородскому вече, а к образу жизни эгоиста, образу жизни индивидуалиста. Европейскому образу жизни? Тому образу, когда существовал до того, как калита создал это государство. Ты живешь сейчас с немецким паспортом в Берлине. И как ты себя ощущаешь? Каким писателем? Еврейским, русским, немецким? Как у тебя твое ощущение? Мне трудно сказать. Я думаю, что лучше всего сказать, что я специалист по России, специалист по Германии. Дело в том, что марксизм, так называемый, который не был, он не сумел сделать то, что сделал Гитлер. Гитлер создал бактерии, которые приспосабливаются к окружающей среде. Они, отнимая свободу, сохраняют экономику. Это самые страшные бактерии. А марксизм сам себя съел. Вот мы с ним там встречались тоже. Я был у него в гостях несколько раз. Я помню, что он написал что-то про Иванова Грозина. И он, где-то он мне так, в желании мне нагадить, он сказал, ну так немножко, я благодарю, сказал, вот я про Ивана Грозного. Там написано у него, у него написано про Михалковых-то. Все про вашу породу, таким с гноем. Пишет, послать туда, послать туда Михалку. Если их убьют, Михалку его, Михалковых, если их убьют, такого там барахла не жалко. Что-то в этом духе. И я ему говорю, Фридрих, ну и что? Вот, знаешь, вот Иван Грозный Михалковых знал. От Горенштейна вряд ли он знал. Так что, видишь, ты в истории в этом смысле не останешься. Да-да. Но нежность, я говорю, вот одновременно, я его очень любил. Все, вспоминавшие о Горенштейне, хором говорят о поражавшей их его любви сначала кошке Кристи, а затем коту Крису. В этих рассказах любовь Горенштейна к кошкам выглядит как нечто исключительное, нарушающее привычные нормы. Возможно, никто из говоривших об этом сам никогда не был ни кошатником, ни собачником. Однако при ближайшем рассмотрении Горенштейн оказывается в хорошей компании. Эрнст Хемингуэй, Марк Твен, Бернард Шоу, Герман Гессе, Хорхе Луис Борхерс, Теннесси Уильямс, Рэй Брэдбери, Сэмерсет Моэм, Трумэн Капотэ, Кулио Картасар, Иосиф Бродский, Жан Кокто, Жан-Поль Сартер, Стивен Кинг, Харуки Мураками. Домашних животных, как и детей в первые годы жизни, Горенштейн называл домашними ангелами. Он посвятил им текст с таким названием, жанр которого обозначил как элегия. Из эссе Горенштейна «Почему я пишу» «Мне кажется, первоначальный позыв к писательству исходит не от разума, а от некоего врожденного инстинкта. Инстинкт дает о себе знать в ранние годы и, по-моему, где-то совпадает с началом полового созревания. Не хочется так думать о явлении, столь много дающем сердцу, разуму и душе, но что поделаешь, очевидно, природный грех присутствует в физиологической, телесной основе творчества, и непорочного зачатия тут ждать не приходится». В детстве, как говорится, не было детства. Я родился в 1932 году. В 1935 году моего отца арестовали сразу же после убийства Кирова. Это был январь 1935. Я, естественно, это не помню, мне было всего три года. Мать потребовала, чтобы она отказалась от отца. Она бросила портбилет. Это я знаю с ее слов, я это не видел. И она просто в день ареста взяла меня и скрылась. Они приходят ночью. Ночью они не застали. И когда была реабилитация, этот КГБ, так называемый КГБ, очень удивлялся, почему нас не арестовали. Мы просто скрылись, и мать меня забрала. Можно было скрыться. Многие могли спастись тогда. Просто шли как кролик. Куда? Мать моя была человек разумный. Она меня много раз спасала от смерти. Это я знаю, это я помню. И мы скрывались до тех пор, покуда Езова не сняли. До 1939 года мы скрывались просто. И потом в 1939 году мать вместе со мной поехала в Москву. Я помню, что тогда на улицах Москвы, может, эта лишняя деталь, снимался фильм «Подкидус». Мы смотрели. Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу? На даче. Вот видишь, на даче. Сейчас пойдем купим несухое платье и поедем на даче. Ляля, этого делать нельзя, уверяю тебя. Ляля, тебя арестуют. Муля, не нервируй меня. Ляля, могут арестовать. Мать посадили на полгода, потом ее выпустили. Тогда была такая, как бы, перед вами легкая либерализация такая. Я был у знакомых, у хороших знакомых, которые меня держали. И потом мать выпустили и разрешили даже ей работать. Ну, работать, ну, в детском саду. И нас выслали, поскольку у меня там корни, там, в городе Бердичево, о котором я написал пьесу. Вот. Нам разрешили только там жить. Нас не пустили в Киев опять. Разрешили только там жить. А Бердичево был обозначен, как и другие. Это я теперь знаю. На немецких картах был обозначен, как стратегически важный объект. А стратегически важным было в нем только наличие еврейского населения. Успели проскочить. Седьмого вошли. Они просто приехали. Они приехали просто. А в этом туда немецкие танки. Тогда как раз люди шли с работы, приехали немецкие танки. Мы уехали пятого, седьмого они пришли. Мать Василия Гроссмана попала тогда. И вот им убили. Мы успели проехать. Ехали через всю Украину. Много раз. Я помню. Дальше уже эти самые. Он видел. Я помню один самолет, который видел. Он видит. Очевидно, забавлялся. Он видит, кто сидит на платформах. Нет, летает низко, что его прямо видно. И стреляет из пулемета. К счастью, он не бросал бомбы. Или залил, или что. Все побежали. Все поле было усеяно ранеными. Но мы остались в поезде. Это нас спасло. Мы сидели на платформе. А он начал стрелять по тем, кто соскочил с платформы. И побежал в поле. Потом, и мы доехали так до Краснодарский край, там был, в одной из станиц жили. Просло несколько месяцев. Опять начались бомбежки немцы. Наступали тогда на юг, к Ростову. Пришлось опять уезжать оттуда. Мы доехали. Уже дорога была перерезана. Мы поехали назад, к Ростову. И вот наш поезд остановился в темноте, я помню. Ни вперед, ни назад. Разные слухи. То ли он поедет, то ли надо уходить. Все сидят, прижавшись друг к другу. Стреляют. Мама взяла меня. Второй раз это было. Просто ушли мы в ночь. От всех. Пошли, пошли. Там было какое-то село. То ли татарское, то ли нерусское. И мы там жили в школе. Прошло несколько дней. Вернее, я не помню сколько. Опять пришли наши, что советские. И потом мы поехали дальше. Переехали. Каспийское море под бомбами. Ну и жили в эвакуации. Ну, а потом мама умерла. Мне было 11 лет. Я был в детском доме. А потом меня нашли мои тетки. Вот. И я потом жил там. Но я скрывал свою биографию. Я спрашиваю, где отец вот этого мальчика. А? Он арестован как братский стык. Ой, вы из мир. Тихо. И не переживай. Смотрим. Миля. Не бойся. Брат, бенмахер. Это наш ребенок. Это мой ребенок. Такой же, как Люся. И как Рузя. Ты понял, Брат, бенмахер? И дядя этого ребенка убит под Харьковом за советскую власть. И если ты не скажешь под слово про Финмахера, вот так, как я держу руку, я войду тебе в лицо. Но я скрывал свою биографию. Это было очень опасно. Я имел фальшивую биографию. Поэтому я не мог поступить туда, куда я хотел поступить. Ты куда хотел? Ну, я хотел в университет поступить. Я поступил в горный институт. Но тоже было опасно. Могли проверить. Было очень много. Вокруг. Я помню, 52-й год, когда было это. Это был Днепропетровск. Я помню, ужасная атмосфера была. Если бы не узнали. Мои соученики, студенты, они тут же донесли. А я бы не выдержал. Я думаю, если бы меня посадили. Я думаю, я бы не выдержал. Я знаю, люди приходят. Я бы не пришел. Но как-то меня в последний момент как-то спасает. Спасает, ну, скажем так, судьба. У Фридриха Гринштейна, который в 11 лет осиротел, в результате бегства с матерью из Киева после ареста отца не осталось ни одной фотографии с родителями, вообще ни одной фотографии детства. Эту потерю попыталась почти сказочным образом восполнить художница Ольга Юргенс, которая нарисовала утраченные фотографии счастливого детства мальчика Фридриха и сюрпризом подарила их ему в виде календаря на 2000 год. Но еще раньше Гринштейн сам попросил ее сделать один рисунок, который он снабдил текстом. 8 октября 1937 года. Это красивая, счастливая семья, которую по моему замыслу изобразила художник Ольга Юргенс. Моя семья. Мой папа, профессор экономики, моя мама, учительница, директор Киевского кооперативного техникума. И я. Просто обыкновенный счастливый мальчик. Это рисунок фантазии. Потому что 8 октября 1937 года, день расстрела моего отца во внутренней тюрьме концлагеря под Магаданом. Акт от 8 октября 1937 года под грифом «Совершенно секретно» гласит. Настоящий акт составлен в том, что согласно решению тройки УНКВД по ДС, утвержденного тройкой УНКВД по ДВК, приведен в исполнение приговор в отношении Горинштейна, Горинштейна, но до грамматики ли? Горинштейн, Наума Исаевича и так далее. Еще несколько малограмотных ликбезовских строк в духе своей скотской фразеологии. Осужденного Гвмун, догадываюсь, Вмун – это высшая мера уголовного наказания. И действительно пояснено. Расстрел. Настоящий акт составлен в трех экземплярах. Под актом три подписи со своими пышными титулами. Начальник 4-го отдела УРБ УНКВД по ДС Масевич, и у коменданта УНКВД по ДС младший лейтенант государственной безопасности Соколов, начальник внутренней тюрьмы УНКВД по ДС Кузьменков. Так Квмун были приговорены и расстреляны сотни тысяч счастливых семей и миллионы детских лет. Я не верю в глупый аморальный фанатизм, от которого полшага до слезливого всепрощения. То, чего не было, но могло быть, должно служить приговором преступной действительности, которая была. Могла быть другая судьба, могла быть другая жизнь, могла быть другая страна. История лишена художественной фантазии и в несчастных странах часто выступает в качестве бессердечного секретаря, писаря преступного трибунала. Но искусство дает возможность подать апелляцию в высшие небесные инстанции. Пусть даже в виде экстравагантной сказки, изображающей модно одетых счастливых людей в тот день в октябре 1937 года, когда мой папа в каторжном трепье упал с простреленным затылком, а моя мама в потертом пальтишке и косынке работницы скрывалась со мной под чужим именем в провинциальной глуши. Рано или поздно палачи, Масевич, Соколов, Кузьменков и прочие тоже умирают. Однако им не удастся скрыться под звездами, крестами и прочими памятниками. Осиновый кол вих навеки проклятые могилы и вечная счастливая жизнь невинно замучена. Но это была его реакция, месть жизни, которая на самом деле у него вылилась в потрясающие литературные формы. Вот то, что он написал, это была его месть, но месть очень большой литературой. Так выглядел рабочий кабинет писателя Фридриха Горенштейна в его опустевшей 2 марта 2002 года берлинской квартире. В этом небольшом пространстве, где полежавшим на столе и серванте рукописям хозяина с его молчаливого согласия разгуливал некогда его любимый кот Крис, были написаны 20 повестей, пьеса о Петре I, «На крестцах» об Иване Грозном и последний, оставшийся в рукописи роман «Веревочная книга». Все это, тысячи страниц, трудно читаемым подчас и самим автором почерком, написал в этой, по сути дела, коморке Горенштейн, никогда не имевший компьютера. В этих стенах, записывая интервью с писателем, я услышал его, поразившее меня очень важное, как мне кажется, для понимания его творчества, мировоззренческое признание. Я напомнил тогда Горенштейну рассказ Горького «Рождение человека», где Солнце как бы говорит, а ведь не удались людишки-то. И наивно спросил тогда, не является ли этот взгляд Горького на человечество, как на неудавшееся племя, и его, Горенштейна, взглядом. Так почему это мой взгляд? И это не Горького взгляд, это из Библии взгляд. Поэтому и был всемирный потоп, и так далее. Безусловно, я отличаюсь от этих гуманистов, что я считаю, что в основе человека лежит не добро, а зло. Вот в Солом моей книге есть. Ну, там разговор с Гомункалом, он спрашивает, как отличить добро и зло, потому что зло часто выступает в лечении добра, это на каждом шагу. И тот ему говорит, если то, что ты делаешь, тебе легко, так ты делаешь зло. Если то, что ты делаешь, тебе трудно, то ты делаешь добро. Поэтому и вот человек, он в основе своей лежит его, несмотря на Божий замысел, это сатанинство, дьявольство. Поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы удерживать его от зла. И это далеко не всегда удается. Из последнего интервью Фридриха Гринштейна. К сожалению, с Андреем мы сделали только одну картину – Солярис. Уже на Западе мы пытались довести до ума Гамлета. Образ шекспировского Гамлета, на которого дохнула сама вечность, меня не оставляет до сих пор. Помните, как его смущает и волнует, какие могильные сны ему будут сниться. А потусторонние сны возможны только из прожитой жизни. Недаром Дон Кихот говорит, что сон наиболее близок к смерти. Эта мысль использована в той сцене нашего Соляриса, что происходит в библиотеке космического корабля. Я знаю, что из истории русской литературы он никуда не денется. Это место там у него уже есть. Но вот место у современного читателя я уже не знаю, будет ли читатель читать вообще что-нибудь. Вообще будет ли читатель. Но если он будет, если мы будем оптимистами, и что все-таки 1% человечества будет продолжать читать, будет продолжать любить литературу, думать и плакать над ней, то, конечно, у этого количество читателей будет вместе с русской классикой. Не знаю, может быть, он слишком поздно родился. Ему бы надо было родиться в 20-е годы. Тогда бы он был, он мог бы и Нобелевскую премию получить в 50-м годах. Он требует большого встречного усилия. Это особенность вообще литературы 20-го века. Понимаете, потому что так получилось, что понятная, легко читаемая, читабельная литература съехала в нижний этаж, а наверху остались вот такие вот писатели, которых надо читать с некоторым усилием, прежде чем окажется, что игра стоила свечу. Поняли люди через знамения, пылающие святой снежной белизной черные лесные деревья, что после четырех тяжких казней Господних грядет пятая, самая страшная казнь Господня, жажда и голод по Слову Господнему. И только духовный труженик может напомнить о ней миру и спасти от нее мир, напоив и накормив мир Божьим Словом. Тогда поняли они и суть сердечного вопля пророка Исаии. О вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok